Статья сайта Петр и Мазепа. Ссылку найдете в закрепленном комментарии. Столкновения на востоке Украины продолжаются. Несмотря на погоду, мирные переговоры, попытки ввести на линию соприкосновения войска ООН и регулярные перемирия уже многие месяцы. Метель ли там или оттепель? Плавает амуниция в подтопленных блиндажах или каша из грязи? Приезжает ли ОБСЕ или сенаторы США? Конфликт малоинтенсивности тлеет. Были периоды без жертв, но дни абсолютной тишины буквально пара от моментов начала боев в 2014 году. Почему происходит именно так, мы говорили неоднократно. Стоит, наверное, повторить это в очередной раз в связи с выходом на финишную прямую избирательной кампании и тем, что политики снова начинают нести чушь про «договоримся». Потому что есть лозунги, а есть вполне обыденная логика войны. Противник не может реально осуществить отвод вооружений, вывод своих специалистов и кадровых военных. И, естественно, не может допустить на линию соприкосновения войска ООН. Потому что без офицеров, снабжения, финансов, учебных центров РФ в республиках случится коллапс в течение пары месяцев. Там и так достаточно серьезный некомплект на передке и не слишком много желающих пять лет воевать за зарплату грузчика и особый статус в составе Украины. Да и слишком крохотный шанс, что США перестанут раз в квартал вводить санкции за Сирию, сотрудничество с режимами КНДР или Ирана, а пойдут навстречу Кремлю касательно Украины, если тот включит режим реальных переговоров. Пока выход из РСМД и риторика сторон говорят нам о самом прохладном периоде отношений со времен холодной войны между РФ и НАТО, АЕС внутри согласовывает персональные санкции за Керченский кризис. Не похоже на то, что кто-то собирается идти на компромисс с РФ. Активность россиян в Сирии, Ливии, Черной Африке и Венесуэле будет натыкаться на все большее противодействие Запада и Безвостока, Украины и Крыма. Поэтому для россиян достаточно велик риск не пойти на снижение эскалации, а получить только закручивание гаек в экономике и новые поставки летальных вооружений для ВСУ. Просто потому, что это работает. Ибо помощь Украине сразу по нескольким программам от Государственного департамента США уже достигла 700 миллионов долларов в год. Уже в 2019 начнутся передачи летального вооружения в Корпус морской пехоты Украины и идет в публичном поле дискуссия по поводу отгрузок в МСУ, корабельного состава и ударного вооружения. Напоминаем для сравнения, что союзник США в странах Мена, Египет, получает 1,2-1,3 миллиарда. А там и стратегический канал, и противостояние ИГ на Синайском полуострове, и противовес братьям-мусульманам внутри страны. Так что мы на правильном пути при помощи наших партнеров и имеем четкий сигнал об этом. Растет как сумма помощи, так и точки ее приложения. Долговременные программы по обучению персонала батальонными группами РЛС, связь и АСУ на оперативном уровне. Насыщение боевых порядков высокоточным оружием, 60-мм минометами, снайперскими комплексами, оптикой на тактическом. И постепенное восстановление флота, войск береговой обороны и ПВО на стратегическом. Как пример, отдельный разведывательный батальон и ЗРП в Очакове у КМП, передачи катерного состава, планы закупать патрульные суда для пограничников. Идут поставки пороха, компонентов к высокоточному оружию, техники двойного назначения и станков из Германии, Франции, Турции, Польши, США. А еще совсем недавно нам отказывались продавать даже двигатели внутреннего сгорания. Плюс новый пакет санкций уже выкатывают в прессе, обсуждают в Конгрессе США. Усиление ограничений против стран, покупающих российское вооружение, банков, государственного долга, традиционно углеводородных проектов и нетрадиционно впервые заговорили о персональных санкциях против активов Путина. Есть куда прогрессировать и в экономике, и в плане поставок летального оружия. Поэтому РФ будет прикрываться мирным населением на Востоке и угрожать взорвать ситуацию до последнего, надеясь на выборы в Украине, второе пришествие или прибытие НЛО. Слышали риторику из РФ устами начальника Генерального штаба, что вскрыты враждебные планы США по разрушению государственности недружественных стран при помощи пятой колонны и ударов высокоточного оружия. Не знаем, как ВТО, а Воронежу и остаткам оппозиции пора приготовиться. РФ продолжит потихоньку мигрировать в чучхе, давать по башке недовольным и прикручивать гайки в плане гражданских свобод. Где в этом плане Кремля мир на востоке Украины? Россиянам скрипач не нужен. Войска ООН не могут зайти на одну из самых загрязненных в мире минами территорий, без гарантии того, что над головами не начнут играть в пинг-понг ураганами, а самих их отправлять в космос ПТРК. Да, Ордло на востоке страны – самая загрязненная противотанковыми минами территория, на которой в определенные месяцы гибнет и получает увечья больше людей, чем в Афганистане и Сомали. Да и противопехотных мин хватает, достаточно посмотреть статистику потерь. Спасибо за это, дорогой России. За ПМН в количествах, хаотическую постановку полей многочисленными казаками и дистанционное минирование. Спасли русскоязычных от бендеры и поездов дружбы. Главное, чтобы не как в Мариуполе с его концентрационными лагерями и голодом на улицах. А нет, стоп, там же нет никаких лагерей, а только в разы большая средняя зарплата, новые предприятия и никакого комендантского часа месяцами. Но вот в плане достижения прочного мира это, к сожалению, не работает. Для начала нужно провести огромную работу по разминированию и завести на ЛБС войска ООН. Но пакистанцы, бразильцы и прочие непальцы не очень хотят работать мишенями в регионе, где в любую минуту возможен пуск десятков пакетов реакторов или работа авиации. Так что в этом плане тоже халва. Совсем скоро будут подвижки в плане миссии, а пока пожалуйте в Минск. Украина не может позволить себе не блокировать и не шатать бандитский анклав с реальной военной диктатурой, танковыми батальонами и дивизионами РСЗО. Все равно нам придется содержать в поле 40-50 тысяч людей, чтобы не допустить танковых бросков для медийной картинки или рейдов диверсантов. Стоит забыть об идее забора с колючей проволокой под током или минных полей. Мины без прикрытия их личным составом снимут в течение пары часов даже без применения. А для артиллерии насыпать на 30 километров они и вовсе не помеха. Что же касается стены, можем как относительно свежий актуальный пример присмотреться к стене в Кашмире и эффект от нее. Строили стену примерно 14 лет. Все-таки не шутка, почти 540 километров границы между Индией и Пакистаном. Комбинация спиралей Бруно и лент колючей проволоки высотой до 3,5 метров. Система минных полей, рвов и эскарпов, за которые укрепленные посты, оснащенные камерами и тепловизорами, где дежурят передовые авиационные наводчики, корректирующие ударную авиацию и артиллерию в случае прорыва. В секторе на регулярной и ротационной основе почти 180 тысяч личного состава Индии, включая полицию, армию и специальные части, заточенные против партизан. Дроны, агентура индийцев, фронт освобождения Белуджистана на пакистанской стороне и рейды национальных винтовок за линию боевого соприкосновения. Подведем итоги. В 2016 году нападение исламистов на лагерь Ури, 19 трупов, чуть позже призывы устраивать ножевые теракты и регулярные атаки с десятками жертв. В феврале 2019-го только за месяц под 60 погибших силовиков. Взрывы бомб на остановках, расстрелы постов, атаки на конвои. Так что фантазии о стенах и рвах с крокодилами отправляются туда же, куда и войска ООН уже завтра. У стран с гораздо более внушительным бюджетом и неограниченными людскими ресурсами выходят в плане изоляции ТВД как-то не особо. Остается чисто тактическая составляющая. Люди, измученные некомплектом, рутинными заданиями по обеспечению блоков и дежурствами 9 через 9, находятся в визуальной видимости друг от друга, продолжая обустраивать инженерные позиции. Все истории о весенних перемириях наталкиваются на реальность, когда начинается охота на машины снабжения или снайперская работа. Грех не отработать покопающим окопы, занимающим серую зону или везущим на новый ВОП воду и боекомплект. Потому что идет война. С обеих сторон руководство и личный состав осознают, что новому раунду быть и активно готовятся к нему. Любое удачное попадание вызывает цепную реакцию в полосе ответственности, включая крупный калибр и реакторы. Ударили СПГ, ударили минометами, подключили браг, подключили корпуса и их артиллерию, пытаясь заткнуть огневую активность. И так по кругу. Потом ночью 152-мм снаряды, как у Ново-Ташковского, пуски кочующих градов П, 20-30-122-мм Д-20 минометов у Исиноватской развязки и управляемые ракеты по бойницам. В этом отношении у ВСУ сказывается численное преимущество и более длинная ротация. Части успевают отдыхать, восстанавливаться, в то время как у гибридов меняются только спецы, снайпера и узкие специалисты из-за поребрика, а пехота корпусов тащит почти нон-стоп многие месяцы в грязи посреди приходов и накрытий. Это само по себе тяжело, а еще приводит к осознанию, что лучше быть живым грузчиком в Ростове, чем мертвым бойцом ополчения, примерно за те же деньги. Некомплект ВСУ – это попытка сформировать дополнительные бригады, куда в случае обострения пойдут резервисты. Управление и 60% штаба справятся и с приемом резерва, и с текущими задачами. Некомплект в республиках будут закрывать только за счет россиян, и в принципе это нас устраивает. РФ должна нести максимальные сдержки. Где-то с полгода назад подготовленные ПТРК команды, операторы дронов, снайпера, операторы контрбатарейных РЛС, оттачивание РОК с передачей десятков БПЛА постепенно увеличивают уже и технологический отрыв ВСУ перед корпусами. Просто потому, что в каждую дырку не поставишь россиян, не притащишь корнеты и не накидаешь Краснополь. Это сказывается в первую очередь на потерях. В феврале у ВСУ боевых потерь 9 бойцов. Больше всего у 54-й и 24-й УМБР, по 2 человека. 54-я вообще рубится на стыке двух бригад очень агрессивно и достаточно результативно. Проявляет активность и тридцатка в своей полосе ответственности. Вообще, потери у нас по фронту. От осколочных ранений после минометов, попадание ПТУР под Маринкой, один эпизод в результате стрелкового боя шальной пулей. Есть погибшие вне красной зоны, аварии, подрыв гранатой в Мариуполе, смерти на госпитальном этапе от рака и панкреатита. Они в списках. Но гибель в данном случае произошла не от воздействия противника или во время выполнения задачи. У противника же только в боевых эпизодах было ликвидировано 28 человек. И под артиллерией, и минометами, и в результате рейдов малых групп, и снайперским огнем, и многочисленными подтвержденными пусками ПТРК и АГС с корректировкой по БПЛА. Среди них командиры батальона, офицеры и спецы. Тенденция продолжается и в марте. Уже спекся командир роты, было два пленных. Насыщение передка корсарами, стугными, снайперскими комплексами в 308 и 50 калибрах, дает о себе знать. Потери 1 к 3 в нашу пользу. Обострение, которое навязали нам боевики, начав работать ПТРК по грузовикам в январе 2019 года, завершилось тремя десятками убитых и подписанием соглашения об очередном промежуточном прекращении огня к 8 марта. В его преддверии дело уже доходило до градов и контрбатарейной борьбы. В США в начале марта закончила работу украинская делегация, консультирующаяся по закупкам вооружения в рамках программы Пентагона. Это уже вторая в этом году передача пожеланий нашей стороны для партнеров. Судя по риторике, интересующая нас спецификация, это вооружение для КМП, корабельный состав из наличия и высокоточное оружие. В эту же копилку отгрузка турецких оперативно-тактических БПЛА, подготовка первого выпуска операторов и создание совместного предприятия по производству запчастей к дронам. Вполне вероятно, что их число не ограничится комплектом, закупленным на сегодня. Ну и продолжается локализация БПЛА Камикадзе с поляками на Чезаре. В обозримом будущем уже серия. Направление развития вполне понятно и не специалистам. Главное на сегодня продолжать движение и не успокаивать себя мантрами про мир и договоры. Договариваться можно только с тем, кто хочет мира. РФ пока еще находится в плену у иллюзий, что мы упадем первыми по внутриполитическим причинам. Ближайшие месяцы должны стать временем максимальной консолидации, несмотря на конкуренцию на выборах, потому что война все еще продолжается.